В ближайшие пять минут все самые заметные события ЖКХ сферы края. Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Кирилл Политов. Для начала анонс. Прорыв года. Почему в Барнауле рвутся трубы едва ли не каждый день? Оперативная очистка. Как долго дорожные службы пешеходный переход от снега спасали? Жилье новое, долги старые. Почему жительница Бийска отказывается платить по счетам? Итак, главная новость сегодняшнего дня. В Барнауле пока не произошло никакого порыва очередной изношенной трубы. На данный момент крайний из них случился на пересечении социалистического и пролетарской. На дорогу хлынула вода, как позже скажут очевидцы. Тепленькая пошла. Полотно сразу же покрылась приличная корка льда. На место выехали мастера, которые устранили порыв. Другие тут же принялись бороться с последствиями. Улицу очистили и засыпали песком. На этом история закончилась. Это ЧП стало вновь поводом для шуток в глобальной сети. Сотни комментариев, лайков и репостов. Все из-за того, что этот прорыв уже стал неизвестно каким по счету с начала зимы. Последнее время так и вовсе трубы рвутся чуть ли не каждый день. Горожане опять же в шутку стали делать ставки на то, где произойдет новое коммунальное ЧП. Увеличенное количество порывов происходит из-за того, что увеличивается уже износ. Потому что многим сетям от 30 до 50 лет бывает. Сему приходит свой срок. Данную проблему, конечно, у нас наши ресурсоснабжающие организации пытаются решать путем повышения тарифов. И включая туда капитальный ремонт данных сетей. Я думаю, со временем, что приведя полный ремонт капитальный, порывов не станет вообще. Ну а если вы заметили в принципе порыв, то необходимо об этом, естественно, доложить в администрацию района. После чего та уже передаст ресурсоснабжающей организации данную информацию. И те уже отреагируют. Отреагировали на этой неделе дорожные службы Барнаула. Специалисты исправили свою же собственную недоработку. Правда, после того, как эта проблема была показана в одном из наших прошлых программ. Речь идет про так называемый нелепый пешеходный переход. Судя по следам от техники, мастера здесь были совсем недавно. Коммунальщики очистили пешеходный переход от завалов снега. По-другому, то есть строго по правилам дорожного движения, улицу просто невозможно было пересечь. В итоге барнаулицы были вынуждены обходить эти знаки стороной. Аварийность увеличилась, хотя изначально по задумке авторов нелепого проекта должна была снизиться, говорили жители. Такие странности на дороге воспринимались скорее с юмором. Ну, вот тут пройти можно по дороге и все проблемы. В заснеженное время года знаки выглядели бесполезными. Теперь вновь обрели актуальность. Скорее всего, до следующего серьезного снегопада или нашего очередного визита. Адрес локации, пересечение улиц Партизанская и Некрасова. Это напоминалка для дорожных служб. Вид из окна, теплые батареи, горячая вода. Все, о чем мечтала семья Жанны Косовой, когда три года назад жила в ветхом доме, сегодня перестала радовать. Теплоснабжающее предприятие требует вернуть долги, которые семья накопила еще по старому адресу. Но женщина с этими требованиями не согласна. Долг 40 тысяч у нас был оплачен. Так, он у нас был оплачен. Ну вот, с 2017, когда они на нас подали, да, в 2017 году, да, мы оплатили. После оплаты долга за отопление, женщина обратилась в абонентский отдел и написала заявление о закрытии лицевого счета по старому адресу. И в полной уверенности, что все в порядке, вернулась в новую квартиру. Спустя год совершенно случайно узнала. Ее данные внесены в базу судебных приставов как должницы по оплате за оказанные теплопредприятием услуги. В мае месяце я полезла на сайт судебных приставов, смотрю, там стоят новые счета. Я, честно говоря, обалбела. Я поехала. Ну, это уже, это было вот мы в Приобском выставлялись. А сейчас, когда я посмотрела в Восточный, поехала в Восточный, в Восточном мне выдали вот такой исполнительный лист и судебное решение. Я прочитала. Вот видите, вы все просто в солидарном порядке со старшего сына, с мужа и с меня. Ну, с каждого, с кого успеют там выдернуть эти снятия. Нету ни, значит, даты, с какого, по какое число они насчитали нам еще эти 18 тысяч судебные издержки. На этом все. Полный выпуск этого репортажа ищите в глобальной сети вот по этой ссылке. Напоминая обращения с жалобами на коммунальные службы или видеоролики. По-прежнему принимаем по телефону в Барнауле 722-301. Самое актуальное обязательно покажем в ближайшем выпуске коммунального патруля. До новых встреч!